Музей Остинской литературы В ближайшее время появится и альбом «100 песен и романсов» на стихи Коста Хитагурова. Материалы представлены специалистам. Однако главной площадкой для мероприятия остается НАР. 11 октября в родном селе Пейта пройдет фольклорный праздник «Вселенная, Отечество мое». Мероприятия пройдут также в Южной Осетии, Москве, Пятигорске, а также Карачаево-Черкесии. Пять лет назад один формат был мероприятия, в этом году уже будут другие какие-то моменты, сюрпризы, новые вещи в программу будут включены. Кроме концертной программы и множества гостей будет выставка народных художественных промыслов. Мы предполагаем там, чтобы наше Владикавказское художественное училище там было представлено, чтобы они прямо там делали работы. Будет стилизованная выставка художественных работ Коста Хитагурова. Ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый» стартовал сегодня в стране. Участие в нем принимают около 4 тысяч сотрудников. Среди них и участковый уполномоченный Тамерлан Чебиров. Уже 14 лет он инспектирует участок на улице Гвардейской. Местные жители отзываются о нем только положительно. Говорят, за эти годы жизнь в беспокойном районе стала заметно тише. Конкурс «Народный участковый» пройдет в три этапа. Онлайн-голосование уже идет на официальных сайтах МВД России. Пользователи могут ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта. А затем отдать свой голос самому достойному. Победители первого этапа определятся уже 20 сентября. Ну, конечно, с людьми все люди, живущие на обслуживании в административном участке, не одинаковы. Чтобы общаться людьми, однозначно, каждому должен иметь свой подход. В любом случае, каждый, ну, бывает, например, что люди приходят со своими проблемами. Надо каждую проблему, надо решать. Автобус-тренажер для школьников побывал в Северной Осетии. В нашей стране он является единственным в своем роде. На таком автобусе детей учат основам безопасности дорожного движения. Уже вторую неделю тренажер колесит по всей стране. В первую очередь приезжает в регионы, где несовершеннолетние в авариях гибнут чаще всего. На два дня он остановился в Северной Осетии. Автобус укомплектован современным оборудованием, предназначенным для профилактической работы с детьми. С помощью мультимедийной системы ребятам показывают тематические мультфильмы о последствиях несоблюдения правил дорожного движения. Детям рассказывается о правилах безопасности дорожного движения и безопасности поведения на дороге. С мультяшными героями, смешарики показывают в мультике. Потом детям предлагают прокатиться на этом автобусе. И имитируется звук движения автобуса. Дети при этом пристегаются ремнями безопасностями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова